Дамы, всем доброе утро! Я Лада Христиенко, мастер лоскутных одеял. Сегодня у нас вторник, 91-й лоскутный эфир. И мы с вами сегодня начинаем новый проект, который будет называться «Дикая Африка». Но сначала небольшое предисловие. Мне 50 лет, у меня двое детей. Старшей дочери 28, а сын 18. И последние лет 5 передо мной постоянно стоял вопрос, что же ребенку подарить. Ну, не в смысле дочери, а в смысле сыну. Потому что мальчики в этом отношении – это сущность более сложная. Девочке, понятно, цветочки, косметику, что-то такое. А мальчик? Ну, поскольку мы живем в Москве, конечно, обязательным элементом являются гаджеты, телефон, планшет. Это само собой как бы. Ну, вот гаджеты уже подарены, что же дальше? Начинается черед так называемых «маст хэв» должен иметь. Стильные часы, зонт, портмоне. Ну, такие вещи, которые вот все-таки в вуз ребенок должен одевать. Хорошая одежда, стильная толстовка, добротные джинсы. И вот недавно, разговаривая с сыном, я спросила, слушай, Илюш, а вот за последние четыре года, что было для тебя самым значимым подарком? И он сказал, сейчас я вам покажу. Ты знаешь, говорит, помнишь, ты мне шила лоскутное одеяло? Кстати, оно небольшого очень размера, оно 140 на 170. Сейчас он давно уже метр 85, в лобинах как бы. Ну, не важно. Но вот одеялка, под которым он спит до сих пор. И я подумала, что, конечно, поскольку вы у нас шьющие девушки все, настала пора сшить лоскутное одеяло для мальчика. Лоскутное одеяло для мальчика – тема сложная, потому что цветочки и бабочки здесь не подойдут. А что же подойдет? Путем всяческих опросов долгих, я все-таки поняла, что тема Африки, тема Саванны, она почему-то пацанов очень сильно цепляет. Я думаю, это потому, что мужчины как бы в первобытном обществе все-таки охотились на мамонтов. И когда наши сыновья, может быть, мужья, братья, видят слонов, они почему-то видят в них образ мамонтов и чувствуют себя настоящими мужиками. Ну, это лирическое отступление. А теперь давайте по делу. По делу. Значит, что мы будем с вами шить, из чего и как. Мы будем шить с вами вот такое одеялко. Сейчас я вам покажу. Оно еще окончательно не готово. Это одеялко «Дикая Африка» с изображениями животных и с формированием квадратов одеяла в стиле «Крейзи». Но если вы посмотрите внимательно, вот здесь видно, что эти одеяла не состыкованы просто так, а состыкованы через проставки. Поэтому в течение нескольких ближайших эфиров я вам буду рассказывать и показывать, как я что-то шью. И вдруг, если понадобятся вам какие-то дополнительные операции, которые вы не знаете, или которые я почему-то не показала по каким-то причинам, я вас буду просто отсылать к соответствующим лоскутным эфирам. Итак, начинаем. Допустим, мы создаем с вами одеяло, которое называется «Дикая Африка». Вообще сразу еще одно лирическое отступление. Шитье одеялок для пацанов – это дело довольно благодарное, потому что в Америке, в эпоху Дикого Запада, это 1860-е и чуть-чуть поближе к нам, существовала такая традиция в американских семьях на 20-летие шить пацану квилт свободы. Это лоскутное одеяло, которое шили из лоскутов женских платьев. Ну, из платьев матери, сестер как бы, подбивали ватой. И вот, когда дарили такое одеяло, молодой мужчина начинал самостоятельную жизнь. Он там или в ковбои нанимался перегонять скот, или подавался в золотоискатели, или подавался в город, но при нем всегда было лоскутное одеяло. Поскольку жизнь была тогда кочевая, конечно, оно было важным, ценным, полезным. При ночевке в прериях, где-то еще там у костра ночью. И есть еще такой фактор, вы понимаете, вот ночь, костер, прерия, да? И пацан спит в этом одеяле, и пахнет от него дома, мамой. Может быть, поэтому они так все-таки женились, заводили семьи. Ну, понятно, да? Да, то есть вот лоскутное одеяло – это все-таки некий фактор стабилизации жизни вашего ребенка. Ну, на этом мы сейчас остановимся, и давайте продолжим основную мысль вот о чем. Значит, как одеяло шить? Для шитья одеял нам с вами понадобятся лоскуты хлопка. Хлопок, ну, я сейчас вам показываю, конечно, специальные ткани для петчворка. Это очень хорошие, качественные ткани. Если у вас есть возможность купить, ну, даже небольшие фрагменты тканюшек вот с такими вот животными, не обязательно вот именно такую как бы купить, да? Вот, смотрите, вот еще у меня вот такие тканюшки есть. Это все в магазинах в Москве куплено. Это все можно купить по интернету. Вот, смотрите, вот такие тканюшечки у меня есть. Ну, это вообще просто кошачья жизнь, видите? Вот неплохие тканюшки, вот на базе которых я шила одеяло. Ну, что если тканей с африканскими животными у вас нет? Ну, это дело, конечно, поправимое. Сейчас я сажу их. Вот, смотрите, очень часто продают вот такие тканюшечки. Это панельки с лесными животными. Ну, почему бы, собственно, сегодня Африка, почему бы не шить вот с лесом как бы. Тоже вариант. Значит, мы с вами будем по ходу событий, вот такие вот панелечки, обшивать в стиле грызи и собирать в блоки. Итак, первое, что нам понадобится, это тканюшки для пачварка. Номер два. Нам понадобится тинсулейт. Что такое тинсулейт? Я очень много об этом говорю, но поскольку постоянно приходят новые и новые люди нас смотреть, я, конечно, повторю. Мой папа работал в космической промышленности и с детства я знаю, что то, что делать для космоса, это самое надежное, самое качественное и самое, как ни странно, экологически безопасное. Ну, так вот, в свое время, в 1972 году, по заказу НАСА, корпорация 3М сделала материал для утепления скафандов астронавтов. Это был тинсулейт. Это полностью искусственный материал, а здесь нет ничего натурального. Это полиэфирные волокна, сразу вам говорю. Значит, в чем его секрет? Он очень хорошо держит тепло, потому что вот эти волокна расположены в формате 3D, то есть они под разными углами и не слоями, как бы. Тепло он держит в полтора раза лучше, чем пух лебяжий. Он на 25% легче самого легкого меха, этот тинсулейт. Кроме того, он совершенно гипоаллергенный, экологически безопасный. И даже если, не дай бог, пожар, по правилам космоса нельзя, чтобы горело. Он не горит, а плавится. Но однозначно в пользу тинсулейта говорит то, что с 2007 года наш Минздрав рекомендовал вот этот тинсулейт для одежды и постельного белья детей, начиная с рождения. Ну, это значит, что и нашим стандартам, и оэкотекст-стандарт, как бы европейским, этот материал соответствует. Естественно, что тинсулейт могут купить не все, но постараться купить можно. Я вам честно говорю, это себя очень укупит. Потому что, вот допустим, когда вы лоскутное одеяло стираете, вата синтепон сохнет долго. Синтепон вообще очень плохой материал, я не советую с ним связываться. Он в себя влагу набирает. И как только он влагу набирает, он становится холодным, он тепло выпускает. Вот у кого были синтепоновые куртки, те, наверное, хорошо это знают. Вот этот тинсулейт, напротив, он тепло удерживает, а влагу выпускает. Ну, поэтому, вот, наверное, это один из лучших утеплителей в мире сейчас. Итак, утеплитель тинсулейт. Ну, и, наконец, что я использую для подкладки лоскутных одеял? Я вот сейчас вам показываю. Это штапель. Я его покупаю в Москве, в оптовой компании «Фуртекс». Ну, и обходится он мне порядка 300 рублей за погонный метр при ширине 140. В разных местах я встречала штапель где-то за 400-450-500 рублей за метр. Но это розничная цена, она, естественно, дороже, чем хорош штапель. Штапель делают из вискозы. Вискоза – это ёлка. Ёлка, она бактерицидная. И хороша тем, штапель хорош тем, что в нём не заводятся патогенные микробы. То есть, в принципе, не заводятся. Они вот, поскольку всё-таки штапель из ёлки, они не могут прям там заводиться, вот органически как бы. В хлопке, как ни странно, заводятся, во фланельке заводятся как бы. Ну, и штапель, он очень приятен коже, он очень комфортен. И вот, несмотря на то, что одеяло тёплое, он к кожу трётся и создаёт такую очень приятную прохладу. Как ни странно, возвращаясь к сыну там, к детям вообще, дети, как ни странно, тактильные ощущения очень ценят. И, наверное, не зря вот такое одеялко, а вот тут, видите, другой немножко штапель, синенький как бы. Вот оно прямо любимое. Теперь сразу насчёт стирать. Стирать одеяло из штапеля, с подкладкой штапеля, внутри кинсуле и сверху лоскутный вверх, легко. Стиральное машине на деликатном режиме. С любым порошком, который вы используете, или гелем ласка, или что-то ещё как бы. Деликатный режим. 40 минут постирали, ну, максимум 2 часа, оно у вас в квартире на горизонтальной сушилке высохло. Всё. Как часто стирать? Ну, у меня стиральный психоз, как говорит мой муж. Но одеяло стираю не чаще, чем раз в квартал. Почему-то вот оно не сильно так, как-то пачкается, ну, вот, видимо, в свойствах штапеля делом. Это всё, что я сказала вам о составляющих одеяла. Я думаю, что сейчас мы ещё с вами поговорим о размерах. Вообще, оптимальный размер для пацана, ну, лет 18, я думаю, что 170 на 200. Почему на 200? Ну, потому что они растут, и потому что у них кровати сейчас стандартные, 2 метра, как бы, в принципе, вы вправе придумывать ваши размеры. Ну, если вы вот подростку лет с 14 одеяла шьёте, 170 на 200 – оптимальный размер. И поэтому все расчёты для одеяла мы будем делать именно под такой размер. Как делать расчёты? Как составлять схемы? Как собирать лоскутный верх? Вот тут у меня был кусочек, я вам показывала уже. Сейчас бежал куда-то. Как собирать вообще саму вот эту картиночку? Вот такую вот. Я вам подробно, очень спокойно, в нормальном режиме расскажу. Что от вас нужно сейчас? Нужно просто сказать себе, я буду шить лоскутное одеяло для сына, для внука, как бы. Надо купить ткани. Мы сейчас с вами примерно определим, сколько. Но я думаю, что если со зверушками, то не меньше метра. И плюс ещё прикладу понадобится очень много. Но мы всё это с вами будем разбирать в следующих лоскутных эфирах. Итого. Что нам нужно? Размер 170 на 200. Нужен хлопок. Нужен тимсулейт. Нужен штапель. Погонная ширина тимсулейта составляет 148 см. То есть, для двухметрового одеяла вам понадобится как минимум 3,5 метра тимсулейта. Всё, что останется, вы пустите в подушку совершенно по этому поводу, не переживайте. Штапель. У него ширина обычная 140. То есть, при ширине 140 вам понадобится тоже примерно 3,5 метра. Ну, кто хочет немножко поэкономить, пошли бы с кусочков и так далее. Вот, собственно, всё, что я хотела сказать в 91-м лоскутном эфире. И в следующих эфирах мы переходим с вами к шитью лоскутного одеяла для подростка или для молодого мужчины. Назовём мы его с вами квилт молодого охотника. С вами была Лада Христенко, мастер лоскутных одеял. Всем удачного дня. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!